Преподаватель Дмитрий Умеров сам студент. Учится на четвертом курсе Московского государственного педагогического университета. Для него эти уроки и практика, и возможность заниматься любимым делом. Когда мы слышим интонацию, мы учимся ее улавливать. Соответственно, это очень поможет потом вам при аудировании. Помимо традиционного английского, в школе иностранных языков, открывшейся в центральной библиотеке, можно изучать немецкий, а также менее популярные польский и латышский. Ими всеми и владеет Дмитрий Умеров. Польский язык изучаю в университете, а латышский сам изучаю. Он мне еще со школы очень понравился, привлек очень своим необычным звучанием, таким древним и красивым. Домашние задания, безусловно, даются, потому что без них материал хуже запоминается, учитывая то, что пока занятия идут раз в неделю. Скоро занятия будут проводиться два раза в неделю. Сейчас у самого преподавателя сессия и времени в обрез. В своей работе Дмитрий активно использует различные игровые технологии и делает все, чтобы изучение языков было максимально легким и комфортным. Естественно, что наибольшей популярностью пользуется английский язык, но и на польский, на латышский ученики приходят. Сегодня урок немецкого, одного из самых распространенных европейских языков. Языки полезно знать для жизни, для путешествий, для работы. Собственно, я люблю изучать всегда языки, что-то новое, поэтому немецкий, я считаю, очень полезен. Поскольку преподаватель один, то и уроки проходят в разное время. Так что, если у вас возникло желание стать полиглотом, добро пожаловать. Для того, чтобы стать учеником школы иностранных языков, никаких ограничений нет. Единственное условие – записываться на урок. Нужно заранее. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ.